Добрый день! Мы продолжаем наши встречи в клубе директоров. Сегодня с вами буду я, директор школы 22 Чарлова Михаила Валерьевна, и в гостях у нас Лейбман Лариса Сергеевна, заместитель директора, который курирует преподавание иностранных языков в школе на протяжении многих лет, заслуженный учитель России. И о чем мы сегодня будем говорить, я думаю, о том, что послужило поводом для нашей встречи, Лариса Сергеевна награждена Орденом французских академических пальм. Лариса Сергеевна, добрый день! Как ваши ощущения? Как вы узнали об этом событии? Первое ощущение, конечно, полная неожиданность, некое смятение такое. Наверное, больше неожиданно, чем ожидаемо, поэтому, ну, потом, наверное, стало как-то приятно, потому что я это расцениваю как заслугу не мою личную, а для всей школы. И вот эта вот работа всего нашего дружного и предколлектива на протяжении всех 50 лет по сохранению диалога и по развитию диалога культур, поэтому, конечно, смятение, смущение, вот, и радость за школу, скорее за школу. Лариса Сергеевна, а вы вот с какого года работаете в школе 22? Я в школе работаю с 69-го года, я эту школу закончила, с 69-го года работаю здесь. Вот, и поэтому мой стаж, конечно, уже такой интересный, вот, но от этого не менее интересная, кажется, мне работа. Я-то, конечно, очень хорошо помню, как вы были моим учителем французского языка. Да, это уж ты. Да, учили меня французскому языку, поэтому, конечно, тёплое-тёплое воспоминание, и когда потом мы с вами встретились, работали в комсомоле вместе, как мы тут сами вдвоём после уроков рассказывали обо всех этих комсомольских делах, проводили комсомольские собрания. И вот, если вспомнить то время, как вот удавалось в те годы бороться за французский язык? То есть, как вот он вообще выживал в те годы? Ну, в те годы вообще было, конечно, я даже вот сегодня вспоминаю и думаю, город был закрытый. Мы практически не имели доступа к большим интересным справочным материалам. Но огромное, какое-то удивительное такое желание и умение учиться, мотивация была очень высокая. И огромное желание учиться у учащихся и у учителей, как-то нам помогали раздвигать рамки не только информационного пространства, но действительно осуществлять. У нас же работал клуб «Друга интернациональной». Этот клуб был признан в Советском Союзе. А нас писали в больших солидных изданиях и журналах, и в Советском Союзе в том числе, на двух языках, там на русском языке. Вот, как-то вот всегда «Школа-22» в силу своей, мне кажется, особенностей, открытая, настроенная на взаимопонимание, на сотрудничество. И вот это вот как-то помогало нам. И, конечно, у нас был единственный источник «Московские новости» или «Новерную Москву». Классику мы имели возможность читать. И, пожалуй, на классике мы формировали язык, развивали диалог культур, проводили вечера литературные. Вообще столько было интересных акций, что наши дети сегодня, которые уже закончили много лет назад и в то время, ну и даже ваш опыт, ваш личный опыт в языке и ваш личный уровень – это подтверждение того, что все-таки система преподавания иностранных языков и отношения к языку как к средству и к источнику саморазвития, источнику диалога культур, развитие личности с позиции нравственных, прежде всего самопределения. Вот это, конечно, очень здорово. И поэтому на протяжении всех лет трудности были всегда, но вот открытость последние, где-то получается, у нас где-то больше 20 лет. А так мы работали в системе закрытой, но тем не менее читали, читали, и на лучших образцах французского языка мы все-таки воспитали. И все равно, вот вы говорите, там были литературные вечера, какие-то мероприятия, интересно. А живой француз когда первый появился? Первый живой француз – это был у нас, появился он, когда начали строить океан. Это вот примерно в каком году? Так, это сейчас скажу, это был 75-й или 76-й год. В школу пришел? Да, и там была встреча в школе 22 как раз, они были приглашены, строители этого магазина «Океан». А вот француз тот, который к нам пришел как бы уже с позиции развития, диалога, обмена, да, и образование, это был Андре Поли. Это в каком, где-то 90-е? Это был 90-й год уже, да, и на Тадамске появились первые обмены, не только с регионовом центра, но и с Латарингией в том числе. Вот, и Андре Поли, и его супруга, наша бывшая ученица, как раз они очень нам помогали много в развитии вот этого диалога, в организации обменов, вот, в общем-то. И действительно уже в обучении языку иностранному в формате погружения в язык. Вот, когда мы могли общаться, могли ездить, встречаться, открывать для себя не только страну, но и особенности, и пробовать собственные силы, умение быть понятым и умение понять другого. А вот трудно, ну, понятно, что я тоже в школе работаю больше 20 лет, да, и общаемся мы с иностранными партнерами. Ваш опыты, да. Но вот, на ваш взгляд, трудно общаться с иностранными партнерами, с нашими коллегами из Франции, например? И как вот, почему мы так долго держимся вот в этих общениях, что у нас есть друзья, что они нас ценят? Вот, как на ваш взгляд? То есть я почему задаю вопрос, потому что ведь нам и дальше жить, да? И дальше школы, получается, строить. Конечно, тем более, что, да. Мы должны учитывать этот 50-летний опыт школы по сотрудничеству вот с другими странами. Ну, видите, я полагаю, что здесь трудно не было никогда, потому что очень хотелось, чтобы диалог культур стал достоянием не только школы 22, но и достоянием всего города. Вспомните, ведь тогда мы организовывали, когда создали Центр французского языка при школе 22, мы же объединили всех, и администрацию, и учебные заведения, и культурно-образовательные заведения, и мы уезжали с делегацией во главе с представителями городской думы, представителями высших учебных заведений, уезжали во Францию на стажировки, заключали различные договоры и всякие соглашения. Но самое главное, что наши учителя французского языка прошли профессиональные пробы, как переводчики в разных областях. Мы переводили на встречах в банке, переводили в университетах лекции по литературе. То есть вот как-то это было трудно только с одной стороны. Как-то всегда хотелось представить, как можно лучше себя, свою страну, свое умение пользоваться языком. И надо сказать, что я считаю, что все наши учителя очень достойные и компетентные представители. Поэтому и радушие самой школы, всей администрации, а родители наши, удивительные родители наши дети, которые принимали в своих семьях, вот эта вот радушие, которое сегодня они отцепили нормой, и всегда было нормой, оно стало привлекательным для всех, кто к нам приезжал хоть раз. Кто к нам хоть раз приехал, потом сюда все возвращались. И поэтому нам доверие. Потом все, кто с нами общается, французы, они видят, что мы пытаемся и делаем, и формируем полноценных граждан Европы, но прежде всего достойных граждан России. Мы не формируем, и у нас нет такой сдачи, и мы от этого всегда отходим, чтобы создать возможность для примитивного космополитизма. Мы все-таки пытаемся сформировать национальное самосознание у ребенка и его понятие, что он достойный гражданин России. Поэтому я думаю, француза это очень занят. Что мы хотим на своей территории, у себя жизнь делать лучше, интереснее, и образование поднять нам в более высокий уровень. Поняла, хорошо. А вот если говорить о будущем школы и о будущем вообще французского языка, иностранных языков, мы знаем, что английский язык потихоньку вытесняет позиции. То есть нам здесь тоже нужно каким-то образом так французский язык укрепить, чтобы он был конкурентоспособен по сравнению с английским языком. Вот что мы с вами в этом направлении, на ваш взгляд, будем делать? Ну вот мы сегодня уже работаем в рамках русско-французского билингвального отделения. Сейчас мы уточняем и корректируем планы по внедрению, может быть, различных краткосрочных курсов, обогащение содержанием, изменение, скажем, не изменение, а привлечение новых современных методик. И самое главное, расширять, может быть, веер форматов урока. Я думаю, что сегодня французский язык, все наши выпускники, кто к нам приезжают, все, кто хорошо, успешно себя реализовали, действительно это большинство, они все говорят, что у нас есть один козырь, которого нет никого. Английский язык знают все, и у нас по английскому языку наши дети успешно сдают менеджерный экзамен, и мы, как называется, придаем серьезное значение английскому языку, потому что Волонская конвенция требует, чтобы каждый выпускник школы и вуза знал, как минимум, два наставных языка. У наших детей хороший, получается, портфолио, солидный капитал, потому что английский знают все, а французский, это сегодня, да, пусть он вытесняется, но тем не менее, он как язык остается со своей престижной и солидной, такой, может быть, я сказала бы, штатусностью, и поэтому, когда наши дети работают, наши дети, закончив школу, закончив вуз, получив профессиональное образование, они используют все языки, прежде всего французский язык, для собственной карьеры. И последний пример, когда приехал Антон Калинин, он работает у Касперского, он как раз и сказал, и не только он, что английский язык знают все, а у меня еще есть такой козырь, как французский язык, поэтому у меня приоритетов, не импоритетов, а больше возможностей по продвижению, и самое главное, пользование всеми источниками, которые есть, не только на английском языке. Ну, совершенно точно, потому что я знаю, что ваши ученики, выпускники школы 22, занимают разные места, разные, значит, как бы там вот уже такие имеют достижения, но никогда не забывают про французский язык. Да, они всегда разговаривают на французском языке. Да, они ценят это умение пользоваться английским языком, как вторым, может быть, языком школьно-государственным, как сегодня в проекте это звучит, но французский язык для них, да, это тот особый, может быть, нюанс, который позволяет им себя ощущать очень образованными, интеллектуально, интеллигентно, наверное, скорее образованными людьми. Умеющими действительно на всех языках выражать собственные мысли и выходить на взаимопонимание. И учитывая, что постоянно, каждый год мы пытаемся найти места для всех желающих в школу 22, то как бы спрос на обучение в нашей школе, конечно, большой. Поэтому вот... Да, и при всем то, что, скажем, где-то теряется первичная мотивация у учащихся по изучению французского языка, но каждый из них понимает, что французский язык им нужен. И когда они заканчивают школу, да, они понимают, что у них в их портфолио есть приличный капитал, потому что языки – это сегодня источник саморазвития и источник успешной карьеры. Татьяна Сергеевна, вот вы у нас сейчас кавалер ордена французских академических пальм. Я вас поздравляю от всей души. И хочу задать, наверное, вот в завершение разговора вопрос, как вам все удается? Ну, наверное, мне очень много не удается, но то, что мне удается, это только заслуга моей терпеливой семьи и удивительного коллектива «Школа-22» и наших детей, потому что вот я сколько в школе работаю, и да, действительно, умение понять, поддержать, и интерес работать с нашими детьми и в коллективе наших учителей. Ну и, наверное, до завершения разговора, пожелайте школе, родителям, детям, учителям, может быть, на русском, может быть, на любом каком хотите иностранном языке, вот сегодня, в первый день весны, ну вот, что вы хотите пожелать, чтобы свершилось и чтобы все получилось? Ну вот я все-таки, прежде всего, конечно, всех поздравляю с весной. Она такая у нас парадоксальная, такая интересная и такая неповторимая, вот, как наша наша школа и как вообще каждый, наверное, российский человек, потому что мы действительно очень интересны и неповторимы. Но мне бы хотелось сказать другое, что вот этот девиз «22-я в 22-м», вот я бы хотела, чтобы наша школа действительно жила и процветала, и что в 22-м веке эта школа звучала, а на сегодня, все, кто работают с нами, сегодня, кого мы учим, нам бы хотелось, что не мне хочется, чтобы мы не останавливались, чтобы мы жили в формате развития и само... и, как говорится, даже не только в формате саморазвития, а, наверное, в формате того здорового процветания, когда равновесие и страстей, и разума обеспечит и современность, и разнообразие, и солидарность. Здорово. Ну, то есть не то, что 22-я в 22-м, но еще и 22-я на век впереди. Конечно. Я думаю, мы живем в 21-м веке, поэтому мы будем стремиться... И хочется, да, чтобы мы действительно чутко чувствовали пульс времени, и чтобы наша школа всегда умела быстро и оперативно реагировать на скоростные продвижения наших детей. Ну, я думаю, что все скоростные изменения мы будем учитывать, что у нас все получится, и что мы всегда сохраним тот шарм, который есть у школы 22, и вот эту особую ауру, которая есть. Еще раз, Лариса Ирина, я очень рада, что вы у нас кавалер ордена памяти. Спасибо. Это заслуга только вашей. От всей унии. Это ваша заслуга, Лариса Ирина, и только успехов, только здоровья. Ну, я думаю, что у нас с вами еще много славных дел, которые нас ждут. Поэтому всего доброго. Спасибо. А вообще, конечно, поклон до земли всему нашему коллективу, всем нашим детям, родителям, потому что у нас действительно хорошее такое вот есть сотоварищество, родители, дети и учителя. Ну, и, конечно, и поклон семье, которая терпит. Итак, сегодня в клубе директоров у нас была Лариса Сергеевна Лейбман, и мы заканчиваем нашу встречу. С вами была я, Чаронна Хала-Валерьевна, директор школы 22. Субтитры подогнал «Симон»!